Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором каждый день вы найдете что-нибудь новенькое посмотреть по танкам. Подписывайтесь на канал для того, чтобы ничего не пропускать и обязательно жмите на колокольчик. Также подписывайтесь на второй мой проект ГСН Геймс, ссылочку найдете в описании. Ну и там, ребят, будет тоже много всего интересного, это я вам гарантирую. Итак, рулетка на 752. Что это за машина, мы обсудим немножечко позже, потому что перейдем ко мне на основной аккаунт, вне зависимости от того, выпадет он сейчас из рулеточки или нет, для того, чтобы машину заценить и более плотно ее обсудить. Поэтому этот вопрос пока отпускаем, но скажу вам заранее. Тачка действительно годная, с этим я спорить абсолютно не буду. А вот то, что меня действительно смущает, это полная стоимость данной рулетки. 11 прокрутов, вроде бы немного, но при этом всем стоимость прокрутов, начиная после седьмого, очень высока. И общая стоимость рулетки составляет целых 22405 голды. Что вы получаете за 22405 золота? По факту получаете себе девятку, которая, да, стоит своих 12500 в голом состоянии, а может быть даже в составе какого-нибудь наборчика, легендарный внешний вид на данную машину, и в лучшем случае миллион голды, либо 600 тысяч. Все остальное особой ценностью не обладает, ну и может разве что еще 75 бустеров, которые помогут прокачать какую-нибудь веточку. На этом, ребят, привет! Потому что здесь, ребят, по шансам, все далеко не сильно сладко. Всего лишь 0,08% на выпадение танка, и такой же шанс выпадения на легендарный внешний вид. Выскочка 0,45%, и особой ценностью я эту выскочку не считаю. Бустеры на себя затягивают 15%, и опять-таки 0,83%, что говорит о том, что забрать бустеры свободного опыта тоже будет далеко не просто, и, скорее всего, первыми выпадать они не будут. Короче говоря, поживиться особо нечем. И если вы прокрутите рулетку полностью, то заберете себе машину, ну, в край дорого. И, честно говоря, если вы хотите себе объекта 752-го, то вам лучше дождитесь его на продаже и купите его в составе набора, либо в голом состоянии, и это будет гораздо дешевле, нежели забирать его из рулетки на последнем прокруте. В отношении предпоследнего прокрута, если вдруг вы машину заберете себе на девятом прокруте включительно, то тогда вам танк обойдется в 13905. И, в целом, здесь еще окей, все нормально, все хорошо, но при этом всем, скорее всего, легендарный внешний вид вы себе не заберете. Ну, а если заберете на десятом прокруте, то отдадите 19405, и это тоже действительно очень дорого для данной машины. Хотя, повторюсь еще раз, сам танк довольно-таки интересный. Ну что, давайте сделаем тройку-другую прокрутов, и на этом я остановлюсь, если танк не выпадет. Как я уже сказал, во-первых, он есть у меня на основном аккаунте, а во-вторых, я не вижу смысла покупать себе девятку по цене десятки в составе набора с легендарным внешним видом, дополнительными контейнерами и какими-нибудь еще плюшечками. Поэтому брать за полный прокрут однозначно не стоит. Поставьте себе какой-нибудь определенный рубеж, дальше которого вы не планируете заходить, дойдите до этого рубежа и бросьте рулетку. Не крутите ее дальше, потому что вы будете сливать свою голду просто в унитаз и будете заниматься марно-тратничеством. 750 золотом делаю прокрут, и как вы видите, на данный момент я забрал себе всего лишь 2000 свободного опыта. За 750 золота забрал сейчас 50 тысяч кредитов, получил ненужный мне аниверовый автарчик, и получил себе иксы. В количестве 10 штук можно сказать, что неплохо, но мне кажется, что все-таки дороговато. 1200 делаю последний прокрут, ниже 10 тысяч опускаться не вижу вообще никакого смысла, но и соответственно на этом успокаиваюсь, забираю бустеры боевого опыта. На этом, ребят, привет. Дальше идти не буду однозначно. Напишите в комментариях, насколько далеко зашли вы в этой рулетке и крутили ли вы ее вообще. По итогам, ребят, что у нас получается? Я сделал 5 прокрутов из 11, то есть практически прошел половину рулетки. Что это изменило в моих шансах? На объекта действительно шанс увеличился существенно. 2,22%. В отношении внешнего вида на данную тачку 2,22%. Ну, в общем, пропорционально просто увеличились. С высокой долей вероятности на следующем прокруте я бы забрал себе за 2000 золота, либо бустеры свободного опыта в количестве 75 штук, я считаю, что это очень дорого. Либо взял бы себе вообще кредитов с вероятностью в 37% в 600 тысяч, которые можно нафармить на нормальном фармере где-то за 10 боев. Ну, либо взял бы себе миллион, что, можно сказать, равно где-то, ну, не знаю, пускай 15 победным боям на нормальной фармящей тачке 8 уровня. Поэтому, ребят, крутить дальше и не вижу абсолютно никакого смысла. Переходим ко мне на основной аккаунт и выкатим объекта 272-го, простите, 752-го, заговорился, из ангарчика, для того, чтобы посмотреть, на что он реально способен. Перед тем, как поехать кататься на 752-м, давайте обсудим некоторые моменты. Первое. Это действительно годный конкурент такой машине, как К-91. И разница заключается в том, что у К-91 барабан на 3 снаряда и перезарядка в целых 3,5 секунды между снарядами. Это действительно долговато и к этому придется очень долго привыкать. Ну, а в отношении объектика здесь немножко пободрее. Здесь 2 снаряда в магазине с уроном по 430 за 1 выстрел, а значит в среднем 860 с барабана. И время перезарядки снаряда в магазине целых 4 секунды. Но все-таки играется как-то немножечко поинтересней и я бы сказал просто по-другому. Время сведения, разброс, все вполне божеское для барабанного орудия. Время перезарядки магазина составляет вроде бы целых 17 секунд, но по факту это время пролетает как-то довольно быстро. Обладает броней и довольно часто танкует и при этом всем обладает угом склонения орудия в целых минус 8, что позволяет довольно неплохо отыгрывать на всякого рода неровностях. Также стоит отметить, что башня довольно неплохо забронирована, а сама по себе не является очень большой и серых зон практически здесь нет. В отношении внешнего вида, как вы видите, легендарного внешнего вида у меня нет. Я покупал себе машину без легендарного внешнего вида и стоимость легендарного внешнего вида меня безумно смущает 4150 голды. Все бы хорошо, если бы этот внешний вид с вот этими вот красивыми планетами солнечной системы он сохранялся как-то постоянно или периодически в бою срабатывал, допустим, когда вы кого-нибудь уничтожаете. Но по факту все вот это вот красивое светится только тогда, когда вы в бой заходите и в начале боя включается буквально на какие-то там считанные секунды. А потом, по факту, машина остается просто разукрашенная в вот такой вот полудетский какой-то рисунок с какой-то летящей кометой и в принципе или астероид, бог его знает, что это и в принципе все. Поэтому, что на эту машину не надень, она все равно будет смотреться довольно неплохо. Поэтому, ребят, я и говорю, что нет необходимости конкретно по данной тачке гоняться за легендарным внешним видом. И то, что данный внешний вид есть, допустим, в рулетке, это я бы не сказал, что прям какой-то существенный бонус. Есть действительно танки, которые без своего легендарного внешнего вида не смотрятся. Ну, допустим, та же самая Кобра, согласитесь, меркла и довольно сухая и безвкусная. Если не одеть на нее легендарный внешний вид или тот же самый К-91 в легендарном внешнем виде смотрится гораздо бодрее. Ну, да бог с ним с внешним видом. Давайте возьмем машину и поедем, посмотрим, на что-то она все-таки реально способна или все же нет. Ну, что ж, друзья, поехали и давайте будем говорить откровенно. Играя против десяток, лучше держаться рядом со своими десятками, потому что данного товарища сожрать захотят все. Для десяток он не является какой-то существенной проблемой. 2050 по ХП не так уж и много. Для многих танков это буквально на несколько плюшек, понятное дело, что отнести в ангар вас вперед ногами смогут довольно быстро. При этом все стоит отметить, что орудие обладает альфой, которая, ну, я бы сказал, ничем не уступает по сравнению с многими десятками, ну и, соответственно, дать сдачи в виде количества наносимого урона за выстрел у вас тоже проблемы не составит. В этом отношении к танку вопросов нет абсолютно никаких. по точности орудия. Все хорошо, все классно, вот единственное, что время сведения не очень приятное и к этому времени сведения придется привыкать, а вообще необходимо поставить себе за цель по крайней мере в первые хотя бы 10-15 боев играть как флегмат. Никуда особо не соваться, когда заезжаете против десяток, держаться на расстоянии и привыкать к техническим характеристикам, потому что они вас поначалу очень сильно удивят. Но по факту когда вы привыкнете к данной машине, привыкнете к неким нюансам данного танка, вы поймете, что машина обладает довольно неплохой подвижностью, она действительно может быть результативной, вы действительно можете вовремя приезжать туда куда надо и помогать добирать ваших соперников для того, чтобы минуснуть стволы. В чем, кстати, в машине не то чтобы нет равных, но действительно есть мало тачек, которые могут истинно сравниться с объектом. Поэтому, ребят, машина безусловно не обладает прям имбовостью, но то, что вы будете получать удовлетворение от игры на данном танке, это однозначно. Что стоит помнить? Помнить стоит о том, что у вас время перезарядки между снарядами, как я уже говорил, целых 4 секунды, ну и соответственно вот это вот время в виде перезарядки снарядов между собой в магазине вам необходимо научиться выдерживать. Вам необходимо научиться помнить о том, что когда вы сделали выстрел, вы еще не готовы дальше продолжать атаковать. Ну и соответственно вам необходимо ставить за цель перед собой перед нанесением первого выстрела, перед сближением с соперником продумать, что вы будете делать этих 4 секунды. И вот когда вы это в принципе прочувствуете в первую очередь и к этому привыкнете, тогда вы действительно сможете быть полезны своей команде ну и соответственно тогда вы будете успевать сделать удачный второй выстрел ну и соответственно возможно кого-то добрать, а возможно сделать его шотным, как это сейчас произошло с АМХ. Да, он спал, вопросов нет и здесь начали разбирать бедолагу в сонном состоянии, но факт остается фактом. Танк действительно классный, действительно интересный. И это был бой против десяток. А теперь представьте себе, что эта машина может делать играя против девяток себе подобных, а уж тем более играя против восьмерок. Восьмерки данная машина в принципе раскидывает по сторонам и многие не хотят встречаться с этой тачкой, потому что сдачи она уж точно дать может. В этом бою не так уж и много получилось набросать, я пытался играть максимально аккуратно, 1600 с копейками, при этом всем получаю знак классности, что тоже довольно неплохо. И да, я среднячком в своей команде, но повторюсь еще раз, это играя против десяток, но в то же время даже против десяток, как правило, вы будете находиться в тройке лидеров по количеству нанесенного урона как в победных, так и в проигрышных боях. Топлю ли я за то, чтобы выкрутили рулетку на данный танк? Нет, ни в коем случае свое мнение по поводу рулетки я уже высказал. А вот в отношении танка топлю ли я за то, что он должен появиться в вашем ангаре? Да, топлю, потому что танк действительно очень удачный и до сегодняшних дней играется абсолютно комфортно и приятно, принося максимум удовлетворения от танковых баталий. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, если вы за честность автора на канале, подписывайтесь на него и ставьте обязательно палец на колокольчик, жду вашего лайка, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.